Когда мороз и снег – повод для радости. В этом году любители зимних видов спорта смогли начать тренировки на свежем воздухе раньше обычного. Хороший снежный покров и стабильно низкие температуры – отличные условия для заливки катков. В парке имени Степаново уже больше 10 дней работают два катка. Малый каток на буднях и большой каток в выходные дни. В детском парке работает каток. У нас готовится к открытию на стадионе «Текстильщик» на площади Пушкина катки. И семь катков во дворах жилых. Больше того, два уже залиты на Дюковской 21 и Лежневской 168. Во всяком случае, катков нисколько не меньше, чем в прошлом году. Прокат коньков организуют на всех крупных катках. Для любителей расчертить лед заготовлено по 100 пар. На стадионе «Текстильщик» в парке Степаново и городском детском парке. А если есть свои коньки, то можно и не ехать в центр города. Ледовые площадки появляются уже и во дворах домов. На Лежневской 168 открытие ледового сезона состоялось еще 1 декабря. И теперь здесь регулярно занимаются и дети, и взрослые. Почти каждый день покататься с друзьями, поиграть в хоккей. Иногда просто покататься. Сейчас катки находятся очень далеко, и неудобно до них добираться. Каток около этого дома заливают уже 7 лет подряд. Центру физкультурно-спортивной работы по месту жительства «Восток» помогает правление ТСЖ. В этом году лед здесь получился отличный. За 7 лет, сколько здесь заливают каток, это, наверное, самый лучший. Потому что с погодой совпало. Тут футбол утоптал нам снег, и на этот снег утоптан и начали заливать. И вот результаты говорят сами за себя. То есть идем с опережением плана. В том году у нас только 20 декабря что-то получилось. Ну и дожди были. В декабре на придомовых территориях залют 7 катков, а в январе по всему городу их будет не меньше 15. Мы постарались распределить, что в каждом районе было по 2 хотя бы катка. Из расчета того, что еще заливает комитет по культуре. То есть в парках города есть и малые катки, и большие катки. На данный момент это и Авдотина, и меланжевый комбинат, и сортировка, и лесной, и ТЭЦ-3. То есть разный разбег. Потому что здесь еще зависит от технических условий. Если есть пожарный гидрант, когда мы можем подключиться. Поскольку площадка небольшая, составлено расписание занятий. До 8 вечера здесь почти каждый день занимаются дети. А по средам и пятницам после 8 на лед выходят взрослые, чтобы сразиться в ночной хоккейной лиге. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Продолжение следует...